здравствуйте сегодня в студии телепрограмма . про к нам пришла молодая актриса наталья бордо одна из главных героинь сериала улетный экипаж и мне очень хотелось бы задать наташи вопросы которые не касаются тех интервью которые она раньше давала что за новенькая наташ первый вопрос который я хотела бы задать будет не знаю удобно тебе на него отвечать или нет о том как начиналась твоя карьера с чего она начиналась почему ты разделила свою деятельность на две фамилии первую которую и вторую бордо во многих интервью да я уже говорила и рассказывала как я там попала на площадку как я заразилась историей кино вообще как мне захотелось сниматься но наверное основной историей которая разделила вообще мою жизнь на до и после стала щукинское театральное училище куда я поступала очень тяжело потому что полтора года я готовилась к поступлению владимира поглазова известнейшего педагога который к сожалению уже умер но подарил нам ту самую школу станиславского и вообще помог наверное мне понять что такое играть и что такое жить по-настоящему потому что сейчас очень много людей которые боятся быть собой да боятся быть настоящими искренними и когда мы поступали в институт таких было очень много было очень много ребят и девочек которые пришли в некой маски что я буду актрисой я буду вот и каждый сам себе фантазирует и представляет да как он будет значит в этой профессии существовать ходить по красным дорожкам надевать красивые платья всем нравится быть всеми любимыми и и нам сказали что ребят это не главное будьте живыми будьте собой и очень долго мы не понимали что это значит и путем уже там каких-то экзаменов показов отрывков спектаклей да мы вообще находили что это такое почему нам говорят стоп нет это неправда это не нравится надо должна быть какая-то жизнь и как важно оставаться вообще в принципе человеком живым и если мне хочется смеяться значит от смеяться если мне не стыдно быть смешной значит надо быть минут то есть не надо стыдиться чего-то и мне кажется вот вот собой оставаться то есть наверное это вот основа полагающий такой момент моей жизни когда я поняла что я буду такой какая я есть когда-то я не была такой какая есть я была такой какой мне казалось надо быть я была такой какой меня может быть хотел кто-то видеть мне многие навязывали что вот это тебе надо тебе не надо сейчас вот тебе надо популярность вот ты красивая может быть тебе запеть а давай ты будешь петь Вот когда-то, да, история там о том, что я была певицей Сейчас многие мне, я прихожу куда-то на интервью И меня представляют, певица и актриса Я не певица, я не занималась профессионально этим никогда, да Я люблю петь, да, я люблю И я могу где-то выйти на сцену и спеть Я могу спеть в караоке, я могу спеть на каком-то мероприятии Но я не певица Есть настоящие певицы, есть псевдо-певицы, да Вот я вообще в принципе не певица Несмотря на то, что я это люблю Скажи, а та история, когда ты пробовала себя в качестве певицы Это была какая-то история в качестве, ну попробую Или это действительно нравилось, хотелось в этом развиваться? Мне всегда хотелось сниматься в кино На самом деле, даже больше скажу Я мечтала с детства играть в театре И у меня так сложилась жизнь, что из театрального вуза меня забрали в сериал И так началась моя сериально-киношная карьера Но сниматься я начала еще будучи ребенком Потом у меня был брак, у меня был муж, все об этом знают Муж, который не хотел, чтобы я месяцами пропадала в Питере Или в Киеве на съемках Он хотел, чтобы я была рядом И ему показалось, что если я буду петь, то это где-то будет все в Москве То это можно вместе ездить на гастроли Концерт это проще, чем кино Если в кино мы снимаемся 15 часов, то на концерте мы работаем час, максимум И ему казалось, что это, наверное, как-то нашу ячейку общества сохранит больше И мы будем больше времени вместе проводить Я во имя семьи подумала, что да, наверное, может быть, есть смысл попробовать Я попробовала, поняла, что я не певица Я поняла, что, наверное, жить для мужа и жить жизнью мужа Это тоже, наверное, не совсем правильно Мне хотелось сделать свою карьеру Мне хотелось самой как-то реализовываться, зарабатывать Делать то, что я люблю, играть И я в какой-то момент поняла, что надо с этим всем завязывать Потому что это не похоже на какую-то профессиональную деятельность Это больше похоже на некий капустник И такую творческую самодеятельность просто И я решила это оставить для домашних А когда вы попробовали вот эту деятельность, было желание попробовать себя в театре? Потому что многие, например, начинают как раз с театра В театре я очень хотела И более того, мой мастер в Щукинском училище Малиновский Михаил Георгиевич, который, кстати, тоже уже умер К сожалению Величайший педагог, который дал мне главную роль в спектакле И я не смогла ее сыграть, потому что меня забрали У нас были такие съемки Вероника, у меня был проект на канале Россия Я уехала сниматься в Польшу, Таиланд, Шри-Ланка Мы колесили по всему миру И, к сожалению, я не смогла репетировать спектакль И пришлось, в общем, отказаться, к сожалению, от этой главной роли То есть этот опыт тогда был важнее, нежели чем театральный? Не могу сказать, что это было важнее Для меня очень важно было вообще пробоваться в театр после выпуска этого спектакля И я знала, в какой театр я хочу В три театра, в которые я хочу Но, к сожалению, съемочный процесс Как бы я не могу подвинуть группу из 50 человек И сказать, ребят, вы знаете, я очень хотела играть в театре Поэтому вы тут меня подождите, посидите Просто они раньше вам предложили, да? Телевизионки, нежели чем в театре? Да, они предложили раньше И все это закрутилось, завертелось А, Наташа, сейчас будет такой не очень удобный вопрос Какая самая большая сумма гонорара у вас была И на что вы ее потратили? Ох, эти гонорары, на самом деле, актрисам так тяжело это считать Потому что один гонорар задерживают, другой приходит Как это устроено, потому что нам, людям обычным Мы не совсем, у нас там зарплата Да, я могу рассказать У нас все по-другому И очень многие люди смотрят и говорят Ах, эти миллионеры ходят там по этим ковровым дорожкам На самом деле, это все очень сложный процесс Актер получает актерскую ставку Нам платят за наш съемочный день То есть конкретно за часы, которые мы отработали Поэтому гонорары были большие То есть я могла, допустим, там с одного проекта Длинного, например, купить себе однокомнатную квартиру С тем багажом, который сейчас уже есть Там муж-режиссер, да, у вас такой багаж знаний и опыта Какие цели ставить там? Сниматься, я не знаю, там в Америке Нет, целей в Америке сниматься у меня нет, кстати, и никогда не было И даже при том, что я прожила год в Америке Рожала там ребенка, да, и вообще, ну, так или иначе Я посмотрела, как там это все устроено И посмотрела, увидела, вау, круто Как все качественно, и какой материал, и какие режиссеры Я, конечно, откровенно говоря, патриот Я родилась в Москве, и я здесь всех знаю, и я здесь дома Ощущение дома, оно, в принципе, дает уже уверенность там на 30% минимум А, например, если взять такие фильмы, как Звягинцева, например, или Быкова Ну, это серьезные фильмы, которые не просто про посмеяться Я ничего не имею против про посмеяться Но я хочу сказать, что Звягинцев вообще один из моих любимых режиссеров Да Я очень люблю его фильмы Люблю его правду, люблю, как он трогает То есть я вообще люблю, в принципе, авторское кино И я смотрю фестивальные фильмы И есть такой момент, что после некоторых фестивальных фильмов Я выхожу, у меня, в общем-то, этого шлейфа какого-то не остается У Андрея Звягинцева ты смотришь кино, и оно живет с тобой потом очень долго Ты вспоминаешь, ты идешь по улице, и ты прям вот эти картинки все ты видишь Но оно как-то меняет, да, жизнь Немного взгляд, мне кажется, оно... Я не думаю, я даже не думаю, что оно меняет Но я во всяком случае вижу какую-то правду И вижу то, как он видит людей И то, как он их показывает Он как раз их не одевает И старается эти маски убрать И пусть даже это выглядит грустно Но это правда И за это я его уважаю очень сильно Потому что, чтобы снять такое кино, которое он делает Нужно быть смелым человеком Основываясь на том, что мы живем в России Как вы считаете, какое количество таких работ, как снимают Звягинцев и Быков, допустим Ну, Балабаны уже нету И, например, комедии, которые снимают Ваш муж, несомненно, очень крутые, классные Которые заставляют смеяться и повышают настроение Какое количество того и другого должно быть в процентном соотношении? Мне кажется, что мы говорим, в принципе, наверное Подразумевая картины, которые хорошие Но я думаю, что было бы замечательно Если было бы 50 таких, 50 таких У нас есть картины, которые, может быть, и иногда не стоило бы смотреть Там есть картины, которые обязательно нужно посмотреть Но их почему-то не показывают Конечно, хотелось бы, чтобы было много хорошего И такого, и такого, разного Потому что люди живут в разном настроении В разных социальных слоях В разных вообще настроениях в принципе И каждому человеку есть место и время и погрустить, и повеселиться Поэтому кино должно быть разным И таким, и таким Но вы согласны, что должно быть однозначно больше непроплаченного кино? Ну, я имею в виду, которое не кассовое, да? Которое не показывает везде Очень много картин, которые показывают откровенно Там, в двух-трех кинотеатрах И они очень крутые Там, ну, с Каннских фестивалей Вот, мне кажется, таких же картин должно быть больше Почему их так мало? Вы все-таки в этой среде находитесь? И не просто понимаете Я ответ на этот вопрос знаю Вот И как бы Я знаю, что в нашем городе, в нашей стране с этим борются И все стараются сделать для того, чтобы хорошего кино было больше Но, к сожалению, есть определенная система у нас Которую настроить очень тяжело Я актриса Я не могу профессионально говорить об этом Но Одно радует, что сейчас Министерство культуры и фонд кино Делают все для того, чтобы Фильмы, которые они Как это называется В которые они инвестируют Чтобы это было хорошее кино То есть сейчас стали Такие, как Лед, наверное Такие, как Лед, такие, как Тренер Такие, как Большой Такие, как Ну, то есть Фильмы, которые действительно интересно смотреть Которые Мотивируют людей Которые Ну, как сказать Которые хорошие просто фильмы Которые останутся в истории, скажем так Останутся в истории, да Я поняла Скажите, а любимый режиссер? Ну, не берем вашего мужа Потому что, мне кажется Он в принципе вне конкуренции Он в принципе любимый просто Да, он просто любимый Ну, любимый режиссер Мне Про Звягинцева я уже сказала Мне нравится Аня Меликян Которая снимает тоже Такое достаточно развлекательное кино В принципе Но кино со своим почерком Кино со своей идеей Кино Со своими артистами Да, которых она любит Дружит с ними И это, кстати, чувствуется Потому что Мариус тоже снимает Очень часто артистов С которыми он дружит Которых он знает Он любит Он знает, как с ними работать Как к ним найти подход Какие сильные и слабые стороны И у Ани тоже это Очень Ну, как бы прослеживается Такая тенденция Мне нравится Ризо Во всяком случае Последний фильм Заложники Заложники, да Мне действительно кино понравилось Ну, такое глянцевое кино Глянцевое кино, да Но при всем этом глянце Есть какая-то жизнь Есть молодежь Которая требует свободы Я считаю, что это вообще Крик души такой Очень откровенный и честный Вот, Ризо я очень люблю Ром Прыгунов снимает Картины Тоже развлекательного характера И у него тоже свое видение Он делает их такими красивыми Какими-то клиповыми Но при этом Оставляет героев, да За которыми интересно наблюдать Мне Ну, собственно, этого хватит Уже был один Стало уже трое Как минимум Мы потихоньку так Приближаемся к вашей работе Улетный экипаж И я начну не с нее А с того, что мне вот очень интересно Есть ли у вас Три сериала Которые в этом году Побили все рекорды Которые вам очень понравились Желательно, чтобы мы брали Не только Россию Да, есть Netflix Который снимает просто поразительнейший сериал Хорошо Про который говорится Као Очень часто Да, я очень люблю сериал Корона Очень он мне нравится Какой-то исторический, да? Да Да Мне очень Ну, частный детектив, естественно Естественно, я фанат Сериала про этих детей Так, господи, как он называется Как? Шестраные дела Очень странные дела Да Первый сезон особенно Второй уже Немножечко как-то по-другому Во мне отозвался Потому что что-то они там накрутили Намудрили с этой мистикой, магией И волшебством Вот Но первый прям Я даже включила Я не ожидала Думаю, ну какие-то дети бегают Что-то В итоге так все закрутилось Завертелось И прям полюбилась мне Наблюдаете ли вы За там Американскими сериалами Может что-то берете для себя Для работы Потому что в любом случае Это же ситком Ну конечно Безусловно Как вы называете ромком Вашу работу Ну да, кстати У нас должен был быть ситком Но немножечко мы ушли в ромком Что мне кажется Победа И зритель Я думаю Этому рад Конечно Я слежу И конечно Первым делом Я в этот сериал Вообще Улетный экипаж Попала очень давно Там не было еще Мариуса Там были другие авторы Другие артисты Другой каст Совсем был Мне попал этот сценарий В руки Первым делом Я вижу История Про Самолеты Про пилотов Про стюардесс Что я делаю Первым делом Я вспоминаю Сериал Который я начинала Смотреть Пан Американ Да Я его Опять включаю Начинаю смотреть У меня определенная картинка В голове Да И я вижу Эту Марго Робби Идущую мимо самолета Значит Как это все красиво И как это все Круто выглядит И думаю Вау И мы сейчас тоже будем делать Про самолеты Сериал Это же так круто Это так красиво еще То есть понятно Что сюжетная линия Должна быть интересной Но первым делом Когда ты читаешь Там первую сцену Ты начинаешь Представлять себе Аэропорт Форму Вот это все И я была просто Очень заражена Этим всем И подумала Что господи Дай бы бог Мне вообще попасть На эти пробы Хорошо сделать их Чтобы режиссер увидел И сказал Да это круто А вот Много очень Есть таких сцен Где Ну я думаю Всем интересным будет Естественно С Алексеем Чадовым Да И очень таких близких Сцен Где вы не только Целуетесь Там чуть ли Не на него Залезаете Как это же Все муж Муж на эти смены Не приходил Серьезно? Нет, правда? Да Это правда Это кстати Очень забавный факт Слушай, надо так Надо так Ну как-то На большинство сцен С Антоном И с Лешей Он действительно Не пришел То есть это Просто сказал Вы сегодня Снимаете эти сцены Там до обеда Я посплю Я посплю Идите Снимайте Но вот этот поцелуй После свадьбы С Чадовым Его снимали Уже в конце Нашего съемочного дня Уже заходило солнце Было поздно Мариус весь день снимал И он там был И он сказал Ладно Ладно Это буду снимать я Давайте только быстро Пожалуйста И там за два дубля Мы это сделали Ничего себе То есть если будут Например Какие-то серьезные работы У вас вместе Будут постельные сцены То есть это станет Такой серьезный вопрос О том что вы сниматься Не будете Ну Ну просто У Кончаловского Например Да Это как-то Да я не знаю Я не думаю Что этот вопрос станет Тут просто так сложилось Ну как-то вот так Он смог Не выйти Там Мы как-то Там сами сняли Я думаю Что если это будет Какая-то серьезная Там работа И где будет Серьезная любовная линия Мариус конечно Профессионально К этому отнесется И он не скажет Нет я не хочу Чтобы ты это играла Потому что там Надо с кем-то целоваться Он понимает Что это все неправда Эти все поцелуи Это все-таки Мои коллеги Ну то есть Это работа такая Он тоже режиссер Который работает С красивыми актрисами И смотрит на них Там в разных сценах То есть тут как бы Это кто на что На что учился Как говорится Объективно Этот сериал Дотягивает До американских сериалов Которые снимают Нетфикс Объективно Ваше мнение Объективно Объективно Нет Что нужно Для того чтобы Там есть все Для того чтобы Назвать его Классным Сериалом Но В американском сериале На Съемочный день Снимают 5 минут А мы снимаем До 12 минут Вопрос бюджета Раз А вопрос Уровня Художников Декораторов Звукорежиссеров Всего Два Тоже То есть взять На такой длинный Проект Самых топовых Людей Мы не можем Себе это позволить Поэтому Мы Как бы Я не могу Поэтому сказать Что Почему мы должны Очень странные дела Смотреть Давайте посмотрим Летный экипаж Но Улетный экипаж Абсолютно Не уступает Американскому кино В сценарии В артистах В режиссере Мой режиссер Так на минуточку Из Голливуда Человек В принципе Вот Ну то есть В принципе Мы очень достойный Продукт Очень Наташ Можно я задам Опять не очень удобный вопрос А сколько Вы получили За улетный экипаж Ну плюс-минус Хорошо А мы все-таки Не дуть Плюс-минус Я не смогу вам ответить Потому что я еще Не дополучила Вот Нельзя раскрывать Ну конечно нет А есть кто приходит И говорит А я получила 50 тысяч рублей Например Ну есть конечно Такие люди Которые говорят Так какие-то старые работы У кого не записано Это там Нельзя разглажать Классный вопрос Конечно мы не можем Об этом говорить Мы не можем Об этом говорить Потому что мне еще сниматься И если я сейчас скажу Что я получила Один рубль То на следующем проекте Мне скажут Мы тебе три уже не дадим Ты же за один снимаешься Поэтому вот Хорошо Допустим За работу Которую Вы сделали И получили Что вы можете Что вы делаете На эти деньги Летите отдыхать Покупаете Мужу подарок Семье как-то Семью Вкладываете Слава богу Этого хватает И на подарок Мужу И на Таиланд Вот Но на Таиланд Времени нет Поэтому В основном Я на самом деле Эти деньги Не транжирю И у меня нет задачи Быстрее их потратить Я человек Который Деньги считает У меня со мной Работает огромная команда Которые Большое спасибо За то Как я все успеваю За то Как я выгляжу За то Как вообще Устроен мой быт В принципе И эти люди Тоже должны зарабатывать Потому что Они делают Огромную Тяжеленную работу Поэтому У меня есть Куда тратить Я не трачу Все на отдых И на платье Поняла У вас с мужем Как вы говорите Во многих интервью Одно мировосприятие Что это значит Ну это такое Слово глобальное Которое может означать Миллион вещей Вы знаете Вообще Вот мы с ним Очень похожи Это смешно Уже мы конечно смеемся То что мы два овна То есть для нас То есть для нас важно Идти к своим целям И друг другу В этом помогать Одно мировосприятие Это когда Ты понимаешь Человека И не спрашиваешь Его каждые 15 минут И где И во сколько Ты будешь Это когда Ты понимаешь Какая поддержка Именно нужна ему В тот или иной момент То есть Я понимаю И он понимает Что Например Для меня Не надо Меня поддерживать Тем Что все будет хорошо И сидеть возле меня Отругай меня Скажи мне Что я делаю Не так Чтобы помочь мне Как бы У него точно так же Дай мне реальный совет Дай мне свое реальное мнение Мировосприятие Это Когда мы делаем ремонт И не ругаемся Из-за него Потому что Мы понимаем Что цвет штор Который у нас будет висеть Это не криминально Ну то есть Если они будут Какого-то другого цвета Который кому-то не нравится Хотя мы совпадаем Очень сильно в этом То это не поменяет Принципиально Нашу жизнь То есть Он например Может вам сказать Про вашу работу Ну допустим В кино Или где-то еще Что вот откровенно Мне не понравилось Потому что Ну и объективно Там объяснить Это возможно? Конечно Более того Мы работаем на одной площадке Я что-то делаю И он ко мне подходит И говорит Нет Я по-другому вижу Эту историю А я могу ему на это сказать Слушай А ты знаешь А я вот эту героиню Вижу так Ты подумай Может быть все-таки Действительно Вот здесь Для нее Это важнее Нежели вот это И он может подумать Сказать да Или наоборот Там сказать Нет Ты знаешь Давай все-таки Сделаем так Но чаще Мы делаем Просто два дубля Ну то есть Мы просто находим И так же И в жизни То есть У нас есть Два дубля Из которых Мы выбираем Как бы то Что обоим Нравится Да А если Сейчас Понимать Что Вы знаете Что такое Театр Ну плюс-минус Кино Хотели бы Чтобы ваш Сын Пошел По вашим Стопам Или По Стопам Мужа Вообще Принимает он Участие Может с вами На съемки Еле Ну он Да Был на съемках На самом деле Вот тут Такой интересный Вопрос Потому что Я как мама Я могу Очень много Об этом Размышлять И я много Об этом Думаю Первая моя Стадия Связанная С ребенком Да Это наблюдать За ним И смотреть Его Как бы Что ему Нравится Отталкиваться От него Сейчас Конечно Мы видим Что он Очень артистичный У нас То есть Он очень Он смеется Он обожает Аплодисменты Он съел кашу И без аплодисментов Он из-за стола Не выйдет То есть Он Причем Это он сам Делает Он нигде Этого не видел Я не знаю Вообще Откуда Это в нем Такое Появилось То есть Ему Улыбается Ну то есть Откуда Это в ребенке Непонятно Я уже думаю Боже Ну неужели Он будет Актером Это конечно Ужасно И когда Сейчас На какие-то Проекты Ищут Парни Героя И мы Сталкиваемся С тем Как бы Что их В принципе Мало Потому что Актерская Профессия Это профессия В которой А Ты не можешь В принципе Много заработать Говоря Кстати Опять же Ну то есть Ты можешь Много заработать Если ты в топе Да А в топе 10 человек Ну как бы Это правда Соответственно Я вот думаю Если Мой сын Все-таки Захочет Быть актером И у нас По-прежнему Будет нехватка Таких героев Которые Красивые Высокие С голубыми глазами То может быть Есть смысл Об этом подумать Дать ему Хорошее образование В этой сфере Да И Ну наверное В сфере Киноиндустрии Он наверное Будет уже С детства Разбираться И знать Что есть хорошее кино Кто есть хороший режиссер В чем стоит участвовать В чем нет Это конечно Мы ему обеспечим Безусловно Но Профессия тяжелая И сложная Я сама сталкивалась С тем Когда я месяц Сижу и думаю А будет ли у меня Проект следующий А какой он будет А где он будет А с кем он будет Какой это будет Там Сериал Или кино Какой это будет Сценарий Что это вообще будет Это такие муки На самом деле Это все артисты С этим сталкиваются И все переживают Об этом И эти переживания Они не стоят Никаких гонораров Потому что Это ужасно Потому что Ты за этот месяц Ничего не зарабатываешь Но сидишь И нервничаешь так Что тебе уже Ничего не надо Ни денег Ничего Потому что Это очень тяжело Вообще переживать Периоды Когда А запустится ли Мой проект А будет ли он А меня ли возьмут На эту роль Или на эту ли роль Меня возьмут Ну то есть Это же бесконечный Такой нервный Достаточно Процесс Скажите А как вы с мужем Поделили обязанности По воспитанию сына Итак По распределению Обязанностей С Мариусом Насчет ребенка То есть Как мы распределяем Кто за что Наверное отвечает Да Если у нас У нас этого нет Вот я Хотела сказать Что Ребенка Мы воспитываем Строго Он у нас знает Что такое нельзя Что такое плохо Мы не Потакаем его Каким-то там Семинутным Желанием Мы считаем Что Когда ты Ребенку Что-то запрещаешь Ему спокойней Потому что Он знает Где границы Он знает Кто главный И на самом деле Ну и меня Так воспитывали Мариуса Кстати По-другому Воспитывали Но у него При этом Тоже Вот такая Позиция Что Мы не хотим Вырастить Избалованного Парня То есть Мы хотим Вырастить Мужчину Который Будет Понимать Какие-то Приоритеты По жизни Которые Будут Правильные Нужные Ценности В жизни Поэтому То есть Мы как-то Одинаково Но вот Например Мариус Больше Берет на себя Спортивное Воспитание Ребенка То есть В бассейн Его Там Он следит Там Чтобы зарядку Там Ну бабушка Вот моя мама С ребенком Няня Чтобы они Все время Занимались Его физическим Развитием Он следит За тем Как Вот Для него Важна Чистота Там Ну для меня Это тоже важно А я больше Думаю О его Образовании О том Когда начинать Учить язык В какую школу Он пойдет Какие книжки Они читают Есть ли у них Все книжки В наличии Там Которые они читают Там Он сейчас Просто На даче Уже Там Сколько Три недели На даче И я Вот конкретно Занимаюсь И думаю О том Как няня И бабушка Пока я на работе Что они Ему читают Развивают ли Они мелкую Моторику Там Ну то есть Вот так Вот Майрис Он больше За пацанское Такое Вот спортивное А я Больше За образовательный Такой Сегмент Здорово А скажите А какие планы Дальнейшие Профессиональные Ой Дальнейшие Планы Огромные И грандиозные В июне У нас выходит Фильм Ночная смена Обязательно Всем рекомендую Посмотреть Кино Опять же Веселое Развлекательное Очень летнее Настроенческое Гарантирую Что всем понравится Это полный метр Кино Про стриптиз Да Два сварщика Павел Деревянко И Владимир Яглыч У которых Закрывается Завод Им некуда Идти работать Им нужны Деньги Нужно Одному Кормить Семью Другому Где-то Жить Им Их Одноклассница Предлагает Попробовать Себя В стриптизе Вот Вот такой Замоночек Собственно Вы в качестве Я тоже Там Стриптизерша Которая Конечно Там Мы не будем На пилоне Крутиться Весь фильм Там много Разных событий Много Происходит Всяких Интересных Историй Откровенных Да Там опять же И любовь Там И Ну в общем-то Много всего Оно в общем-то Как бы Про стриптиз Но на самом-то деле И про жизнь И про любовь И про ревность И про Про какие-то Социальные проблемы Ну в общем Оно интересное И очень насыщенное Оно выйдет в июне Мы планируем Запускать второй сезон Улетного экипажа Я знаю Что все ждут Ответ на этот вопрос Будет ли второй сезон Он должен быть У меня есть Еще один проект Тоже для канала СТС Который мы планируем Запускать в мае Вот этот Действительно Первый проект В моей жизни Про который Мне сказали Это секрет Про него Ничего не рассказывать Мне не говорят Даже Какие-то там Моменты Кто там снимается Ну то есть Я знаю его уже Конечно Но стараются Сохранить это В тайне Потому что Проект Необычный Очень Поэтому Про него Если два слова Скажешь Будет совсем Все понятно Вот Ну и сейчас Ведем переговоры Еще по двум полным метрам Здорово Спасибо вам огромное Вам спасибо Будем летом вас смотреть Ну и собственно Сейчас тоже Да И увидимся На Кинотавре Да Спасибо Спасибо